Приветствую вас, Андрей. Я думаю, что начать свой ответ я хотел бы с того, что не только обозначит границу того, что может психолог. И того, что психолог не может. Например, психолог не может и не должен. Это прямое нарушение. Этики, я бы сказал, обсуждать третьих лиц. То есть вы, если хотите понять женщину, то есть третье лицо. И это невозможно с точки зрения психологов. С точки зрения психологии, я думаю, что мы можем поговорить про вас. Мы можем пообщаться про вас. Мы можем исследовать ваши реакции, ваши модели поведения. То, как непосредственно вы пришли к этой ситуации, когда, как я понимаю, у вас есть жена. Как я понял, у вас есть жена. Вот, она беременна. Но вы, несмотря на то, что... Несмотря на то, что ваша жена беременна, вы все равно с другой женщиной как бы в отношения... Несмотря на то, что вы вступили в отношения с другой женщиной. Вот. Ну, нет. Моей задачей не стоит у вас в чем-либо. Нет. Просто я говорю, что, ну... Совершенно очевидно, что у вас в отношения с вашей женой есть проблемы. Которые вы, к сожалению, пытаетесь решить за счет другой женщины. Вот. А вот так не решается. Проблема не решается вот таким образом. К сожалению или к счастью, ну, скорее, наверное, к счастью. Потому что в противном случае, я думаю, что людей бы в таком случае просто бы использовало. А так использование людей тоже приводит только к негативу. Вот. То есть первое, на что нужно обратить внимание, это на проблемы между вами и вашей женой. Которые имеют место быть. Вот. Эти проблемы есть, скорее всего. Вот. Эти проблемы имеют место быть. И они, что важно. Вот. Именно они. Эти проблемы. Вот. И влияют. По факту. Так. Но то, как вы себя в этой ситуации чувствуете. Вот. И влияет на конфликты. Дальше. А, значит. Как вам непосредственно воспринимается то, что жизнь-жена не хочет с вами взаимодействовать? Вот. Как вам воспринимается непосредственно то, что женщина, ну, не хочет с вами контактировать? Вот. Вы пишите, что я не могу это, я не могу это забыть. То есть я понимаю, что нужно забыть. Вот. А что именно вы хотите забыть? Что конкретно вы хотите забыть? Вот. Что у вас, что у вас, образно говоря, забыть не получается. Вот. Ведь я думаю, вряд ли вы будете отрицать тот факт, что вас к женщине тянет. Я думаю, что вы не будете это отрицать. Вот. Значит, нужно преследовать в таком случае. Чем именно вас тянет к женщине? Чего вы с ней хотите, например? Да? Честно. Вот. Это очень важный момент в данной ситуации. Понять, с чем связана ваша в ней потребность. Вот. Как так вот получается, что вы не нуждаете? Вот. Чего вам не хватает? И понимаете ли вы, например, что вы это запрещаете каким-то образом? Себе? Сами. Вот. Почему-то вы сами это запрещаете. Почему-то вы сами этого не даете. Вот. Идти. В общем-то отсюда имеют место быть ваши проблемы именно. В общем-то. Поэтому вы, значит, ну вот к ней продолжаете тяготеть. Следующий момент, крайне важный, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что вы говорите про морально понимание. Что именно вы морально понимаете? И как можно морально что-то понимать? То есть как это происходит? Вообще. Как это происходит? Так, что вы морально что-то понимаете? Что можно морально понять? Как это? Вы говорите, что вы морально понимаете свою беременную жену? А моральное понимание вашей беременной жены, значит, как-то связано с тем, что вы общаетесь с другой женщиной, например? Или нет. То есть где это? Где шест? Вот. Так. Дальше, значит. На островке. На работе приводим на темпане, которое дает большое чувство. Первый друг другу планы на будущее. Андрей. Скажите честно, о каких планах на будущее вы говорите в этой ситуации? Вы поймите, я вас не обвиняю, но в такой жизни, что вы сами не готовы сделать выбор. Сами не готовы принять решение. Если вы чувствуете, что не любите больше свою жену, если вы чувствуете так, что вы не любите, вот, что в общем и целом является нормальным. Нормальным. Такое бывает. Вот. Ну вам нужно завершать отношения с женой. Своей женой я имею ввиду. Вот. А вы вместо этого не завершая отношения с женой строите планы на будущее с другой женщиной. Ну это можно назвать моральным пониманием. Вот. К сожалению. Надеюсь, вы понимаете, что я имею ввиду в этой, ну, что я имею ввиду в этой ситуации. Дальше, значит. В одно утро она пришла на работу, когда мы дали свой телефон, зачитала нашу перепитку. В этом моменту пошел спар. Планы менее теплые сообщения с женой страны реже, хотя при общении вряд ли ничего не изменилось. Ну, факт тот, что ее, вот именно и лично ее ситуация, да, она... К счастью или к сожалению разрешилась. То есть ее конфликт, ее проблема, да, которая была, она разрешилась. Вот. По факту. По факту. Не важно, как она разрешилась. Важно, что разрешилась. Вот. По факту. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Конфликт пошел назад. Потому что если было плохо, у женщины она будет шла отпуск. Боеводно. Но надо вы не делать, как вы. Как вы. Так, я все понимаю, сомнение потери мужа, о чем вы говорите, что насчет потери мужа не очень вспомнилось. Сомнение об чувствах, что на отговор не идет, при последней встрече, я люблю тебя, если не пропало. Понимаю, наверное, забыть, но не понимаю, почему бы у вас эти разгазы не дали мне. Андрей, вы не можете доверять себе. Вы не привыкли нам надо от себя доверять. Это в какой-то степени ваша глобальная проблема. То, что вы не можете себе доверять. Вот. Необходимо это все-таки сделать. Необходимо поработать над тем, чтобы доверять, чтобы перестать, например, обесценивать свои чувства. И вам не нужно будет просто, чтобы кто-то дал вам, ну, давал, точнее, какую-то вот обратную связь. В отличие от того, что сейчас происходит. Вот. Вот. Такая, в принципе, история. Такое видео. На этом все. Можно закончить, я думаю. Я желаю вам всего самого доброго. Доброго. Удачи. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.